Добрый вечер, Дубна! Всем привет из Санкт-Петербурга. Меня зовут Олег. Сегодня я заменяю Михаила Фаустова, который всем передает привет из Архангельска. По важнейшим делам угол туда Михаил, но в память о нем и в честь него я не буду переименовываться. Пусть мы таким образом будем тоже передавать ему приветы и отдавать должное. Ну что же, я так понимаю, что сегодня у нас в основном опытные участники и члены жюри, но по традиции не могу не напомнить коротко о наших правилах, о том, как расставляются оценки, что сегодня нужно будет читать и вообще, что нужно будет делать. Но прежде всего с гордостью скажу, что в прошлом году проект Чемпионат мира по чтению вслух «Открой рот» справил свое десятилетие, так что вышли мы на 11-й год своего развития. И, конечно, несмотря вопреки всем трудностям, всем пандемийным делам, мы продолжаем бороться, читать и делать все возможное, чтобы и в формате оффлайн, и в формате онлайн хорошие люди собирались и читали хорошие книги вслух. За раз пройдет, а книжки останутся, это вот абсолютно точно. Так что спасибо самым читающим жителям города Дубна, спасибо членам жюри огромное, спасибо организаторам и, в частности, Марии Климовой. Вот она сейчас между компьютерами носится, осуществляет такой важный саппорт. Если вдруг до кого-то добежит, то пусть в кадре появится, мы вот обязательно тоже ее потом... Вот она появилась, да, Маш, привет, спасибо, что с нами, спасибо тебе за все. Итак, сегодня у нас семь участников, чуть позже мы с ними познакомимся, а также три члена жюри, которых мы обязательно представим. Ну а пока коротко о правилах. Итак, три раунда. В первом раунде русская художественная проза, во втором поэзия, в третьем зарубежная проза. После каждого выступления, все участники выступают по очереди, нужно ставить оценки. Итак, уважаемые судьи, сейчас внимание, это прежде всего касается вас. Две оценки. Первая техника чтения, вторая артистизм. Ну, с техникой все более-менее понятно. Ударение, окончание, смысловые паузы, вот интонации, вот это все. Туда за это можете как снижать оценки, так и накидывать. Не обязательно, что если... Что если вдруг вы услышали какую-то грубую ошибку, это кол и все, ничто уже не может спасти ситуацию. Если вдруг человек как-то под конец текста реабилитировался, в общем, что-то произошло с ним, он вдруг неожиданно вспомнил, как надо читать, можно смело и накинуть. Но если вдруг что-то перечеркивает все его заслуги, то помните, что вы сегодня судьи, вы вправе действительно ставить те оценки, как вам кажется, вы услышали, как наши участники прочитали. Но будьте готовы, естественно, любую из своих поставленных оценок объяснить. Впрочем, не бойтесь, читать вам сегодня точно не придется. Но, конечно же, слово мы вам предоставим. Итак, с техникой чтения более-менее понятно. Артистизм. Материя крайне сложная. Здесь, конечно же, каждый все понимает очень индивидуально. И я здесь говорю, уважаемые судьи, руководствуйтесь революционным чутьем. Как вам сердце подскажет, кто из наших участников, вот насколько у него уместно было все то, что не входит в технику чтения, а все, что можно отнести к артистизму. Итак, оценки эти буду складывать я. Да, у меня специальная таблица, компьютер это считает, так что здесь никаких ошибок быть не может. Поэтому никому ничего считать не нужно. Ерунда это все. Не забивайте себе голову. Вот, судьи иногда любят это делать. Пожалуйста, сосредоточьтесь на оценках. Это самое главное. Итак, как нужно будет ставить оценки? Как раньше на фигурном катании в советское время. Первая оценка техника, вторая артистизм. Поэтому ставим 6-6 или 5-6 или 4-3. Ну, вот в таком формате я буду называть по имени судью, и он будет объявлять свои оценки. Первая из них будет техника, вторая артистизм. Вот, самостоятельно здесь не нужно включаться, пока я вот не скажу. И здесь, пожалуйста, прошу ничего не говорить, чтобы у нас никаких ошибок в подсчете баллов не было. Итак, по сумме трех раундов мы выбираем тройку лучших, которые попадают в финал, где еще раз сразятся с поэзией. Вот, там нужно будет по-другому оценивать, и будет несколько сложнее. Есть ряд серьезных нюансов. Все это сделано для того, чтобы победил только один. Потому что понятно, что все молодцы, все победили, но чемпион в каждом из этапов откроет рота. Вот так можно склонять. Это все правилами обусловлено. Может быть только один. Впрочем, не буду забегать вперед. Дойдем до финала, я тогда подробно обо всем расскажу. Ну, а пока, если вопросов по правилам нет, как оценивать, всем понятно. Уважаемые судьи, смотрю на вас. Вот сейчас у вас есть возможность включить микрофон и задать какой-то важный вопрос. Если вопросов нет, то давайте... Вопрос есть. Да, Оксана. Максимальная оценка 6. Максимальная оценка 6. От 1 до 6. Единица наименьший балл, шестерка наивыше. Ну и, в общем-то, Оксана, давайте начнем с вас. Я попрошу сейчас, кого буду называть, о ком буду говорить, включайте микрофон, говорите о том, что да, это вы. Можно буквально вот два слова сказать, поприветствовать всех. Итак, человек, который самый первый сегодня подключился. Ну, вообще, Дубна, надо сказать, удивительный случай, явка 100%. Бурный аплодисмент сейчас звучат в ваш адрес. Я понимаю, что не так много участников, но, тем не менее, все пришли. Это совершенно невероятный случай, особенно по нынешним временам, когда все сплошь и рядом на больничном и даже к зуму подключиться не могут. Итак, главный редактор телеканала Дубна Оксана Егоркина. Бурный аплодисмент. Оксан, скажите нам что-нибудь. Всем привет. Сегодня будет очень классный вечер. Жду, когда начнем читать. Спасибо. Поэт, журналист Евгения Штайн. Евгения. Добрый вечер. Всем приветствую участников. Очень рада сновидеть знакомые лица. Надеюсь, что будет такой же замечательный онлайн тур, как был в прошлый раз. Я, кстати, тоже была стопроцентная, хотя участников было больше. Всем большой удачи. В прошлом году тоже была стопроцентная. Да. Это заслуживает, конечно, отдельного упоминания в летописи чемпионатов по чтению услуг. Так что обратим особое внимание. Это действительно важно и заслуживает отдельного упоминания. Ни пуха, ни пера всем. Спасибо. Спасибо Евгения. Ну, как вы поняли, Оксана и Евгения у нас уже неоднократно судили. Зато дебютирует сегодня не кто-нибудь, а кандидат филологических наук, доцент кафедры лингвистики университета Дубна Анна Анатольевна Дасько. Анна. Здравствуйте, дорогие участники. Я очень рада видеть здесь и знакомых рада видеть здесь. И очень рада, что участвую в таком конкурсе. Спасибо. Всем удачи. Я надеюсь, что даже те, кто не выйдет в финал, все равно получат огромное удовольствие и доставят удовольствие и жюри, и участникам конкурса. Спасибо. Удачи всем. Вот поскольку вы в первый раз, мы вас прощаем, но вообще-то у нас не конкурс, а чемпионат. Чемпионат, я прошу прощения. Чемпионат. У нас мероприятие, у нас везение и все такое. В общем, сами разберетесь. Итак, будем считать, что на вопрос о судье, кто мы ответили, переходим к героям сегодняшнего матча. Поехали. Ольга Ясаулкова. Итак, все участники также включают микрофон и представляются. Ольга. Всем добрый вечер. Меня зовут Ольга. Да, с кем-то я уже тоже знакома. В прошлом году я участвовала. В прошлом году я участвовала так вот как-то налегке, ожидая, что потом будут еще какие-то отборочные туры. Ну, как-то вот так у меня в голове сложилось. В этом году я немножко нервничаю, потому что пошла осознанно. Так что вот. Всем хорошего. Я как раз чаще побеждаю те, кто случайно проходил мимо. А те, кто, конечно, готовится волной. Но посмотрим. Всем удачи. В канате постоянное исключение. Елена Бондарчук. Елена. Включите микрофон. Так, Елена, что-то надо вам пошевелить. Почему-то не слышно вас. Но было слышно. У вас гарнитуры, да, Елена? Да. А, вот разъем в телефоне. Вы ему немножко помогаете, да. Потому что все работает. Говорите. Участвую я первый раз. Но думаю, что замечательно. Тоже желаю всем удачи. Спасибо. Следующий участник Юлия Седых. Юлия. Всем добрый вечер. Да, я участвую впервые. Не знаю, решила попробовать. Спасибо за такую возможность, Блохинки, и вам. Следующий участник Анна Кузьмина. Спасибо. Всем добрый вечер. Я второй раз. В прошлом году очень понравилось. Решила снова провести вечер, читая и слушая. Это прекрасно. Спасибо, Анна. Идем дальше. Елена Сунбаева. Всем добрый вечер. Я первый раз. Из серии мимо проходила. Случайно. Отлично. Наш контингент. Просто интересно. И Марина Перевозчикова. Марина, микрофон включаем. Добрый вечер. Слышно? Да, и слышно, и видно. И... Замечательно. Участвую второй раз. Участвую второй раз. Очень интересно. Мы проводим в школе такие конкурсы. Два дня назад я была в роли экзаменатора на русском устном. Сейчас с удовольствием побуду в роли экзаменуемой. Спасибо. Ну, интересно. Вот именно, что конкурсы это в школе у нас все по-взрослому. Чемпионат. Артемий Перевозчиков. Добрый вечер. Тоже участвую второй раз. Меня как раз в школу даже приглашали судить. Ну, интереснее быть участником. Всем желаю удачи. Интересных текстов. Спасибо. Спасибо, Артемий. Ну, и на самом деле, конечно же, отдельной благодарности и овации от организаторов, от всех-всех-всех в адрес наших судей. Потому что, конечно же, крайне неблагодарное дело. Казалось бы, ну чего там всемиром мы тут собрались. Но, тем не менее, такие драмы и трагедии бывают, такие сложности выбора, особенно в финале. Поэтому будьте готовы, поскольку мы начинаем. И начинает у нас участница под номером один Ольга Ясаулкова. Так, вижу текст. Да. Елена Минкина-Тайчер. Время обнимать. Витя и лицом, чуть продолговатым, с круглым подбородком и яркими синими глазами, на маму походим. И волосы лежали густой светлой волной. Не каждый расческа возьмет. Зато от отца досталась крепкая поджарая фигура. За всю жизнь Андрей Иванович так и не потолстел. Ни на гнилой картошке, ни на бутербродах с икрой, которые привозил сын в последние годы. Но привлекательность свою Виктор осознал поздно и, с сожалением, вспоминал, как уже после войны взрослым, много пережившим мужиком, комплексовал и боялся молодых красивых женщин. Мол, случайно улыбаются и смотрят в глаза. Не может быть такого везения. Потому что не только смотреть, думать о женщинах не позволяла его страшная. Жесткая служба, только бесцветность, полная бесцветность и безликость, чтобы ни имени, ни лица. Упали и молодость, и красота на гиблые военные годы. Сгорели, как сухое полено. Спасибо. Спасибо вам. Это была Ольга Ясаулкова. Переходим к жюри. Итак, уважаемые судьи, от одного до шести техника и артистизм. Оксана. Шесть, шесть. Евгения. Шесть, шесть. Анна. Шесть, шесть. Так. Самые дисциплинированные и самые добрые судьи сегодня у нас. Но, впрочем, и начало, конечно, было мощным. Что говорить Ольга Ясаулкова, опытный участник. Посмотрим, что скажет Елена Бондарчук. Елена, ловите текст. Елена, микрофон. Пошевелите там разъемчик. Нет, не слышно. Елена, вот надо не в ушах его шевелить, а где он у вас подсоединяется к вашему оборудованию. Елена, вот теперь слышно. Да, все, записывайтесь и поехали. Так лучше? Да. Максим Замшев, концертмейстер. Внук о своей симпатии к дочке Динского, разумеется, не распространялся. Но как-то около месяца назад, во время своего очередного, ни в какую погоду, кроме проливного дождя, не отменяя его эмоциона, Лев Семенович увидел молодых людей, о чем-то увлеченно, болтающих на скамейке под облетевшими липами. Возле детской площадки, напротив дома, это его насторожило. Больно загадочный у них был вид. Они окрикнули его. Он подошел, поучаствовал в необязательном разговоре о своем самочувствии и о том, поедет заплен, как обычно, в январе в розу. Сияющие глаза внука не позволяли ошибиться в том, кого тот выбрал объектом первой серьезной любви. Он и раньше замечал этот беспричины, горячечный блеск и радовался тому, что мальчик взрослеет и обретает чувственность. Но когда прояснилось, что по кому блестят его карие глаза, старый Наштейн огорчился. Лучше бы он влюбился в какую-нибудь одноклассницу. Спасибо. Это была Елена Бондарчук. Переходим к оценкам. Евгения. 5-5. Анна. 5-6. Оксана. 5-5. Следующий участник – Юлия Седых. Меня слышно? Да, да, да. Отлично, а то я поменяла микрофон. Спасибо. Марина Степнова, женщины-лазеры. Потревоженные, как сивучи, курортники приподнимались, вытряхивали из влажных расщелин и синтетических складок крупный, словно перловка, утренний песок, улыбались в ответ на извинительные родительские причитания. Ничего, нехай дитё порадуются. Ишь, поскакал ягоза. Вы понимаете? Она у нас первый раз на море. А вы сами откуда будете? Из Энска. О, далеко забрались. А мы из Криворожья получили вот путёвочки от завода. Правда, Мань? Маня радостно кивала добрым ртом, щедро набитым золотой рудой и сдвигала в кучу барахло, чтобы папе было удобнее постелить полотенце. Вы в солнечном отдыхаете? Да, да. Мама торопливо выпутывалась из сарафана, потрескивая искрами и швами ненастоящего шёлка. А мы в красном знамени. Очень приятно. Готовы вспыхнуть многолетней дружбе, с открытками на календарные праздники и взаимными визитами через всю страну мешали жара и лидочка, золотистая, оглушительная, гладкая, блещущая в мелком всенародном прибое. Спасибо. Это была Юлия Седых. Оценки для Юлии. Анна. 6-6. Оксана. 6-6. Евгения. 6-6. Да что ж такое. Второй страйк. Третий участник. 100% явка. Дубна. Этап чемпионата мира по чтению вслух. Открой рот. И, кстати, уважаемые участники, все книги предоставлены партнёрами этого сезона онлайн-библиотека из Стерител. И вот в Стерителе все книги из их библиотеки в общем разделены на разделы, которые объединяют хэштеги. Так вот, каждый из раундов мы и выбирали вот из таких хэштегов. Сейчас в первом раунде читаем книги, которые объединены двумя темами. Роман о жизни нескольких поколений и русские литературные премии. Ну вот, сейчас у нас точно были романы о жизни нескольких поколений. Идём дальше. Следующий участник Анна Кузьмина. Сергей Калезин в коридор. Она заглянула в уборную, вышла на лестницу. Потом побрела в кухню. По дороге она потеряла в темноте один тапок и до кухонной двери доскакала на одной ножке. Деда! Кухня молчала. Скорее туда не боялась из-за траканов. Но надо было обязательно найти дедушку. И она, зажмолив глаза, толкнула дверь. В кухне было пусто, только тараканы быстро ходили по стенам и по толку. Дверь на чёрный ход была распахнута. Оттуда надвигалась недовольная бормотание Глаши. Восемь лет а вино жрать конь молодой! Глаша закрыла за собой дверь и присела отдышаться. Ты у вас стоишь, простынешься? Тапки где? Кому сказала? На подоконнике ворчали голуби. Аня потянулась к ним. Гули-гули! Этих только здесь и не хватало. Глаша пердит и замокал и кыш-кыш! Те, что тут, они ходят. Аня уже поняла. С дедушкой случилось то, что иногда случалось. Дедушка ушёл пить вино. Она оделась, позавтракала и пошла. Но если дедушка ушёл рано, он мог уже вернуться. Спасибо. Анна Кузьмина, оценки. Оксана? 5-6. Евгения? 5-6. Анна? Так, 6-5. Ну вот, хоть какое-то расхождение, да. Елена Сумбаева продолжает первый раунд. Елена, микрофон. Микрофон. Не слышим вас, у вас отключен микрофон. Да-да-да. Текст вижу. Александр Бушковский, Рымба. В одной деревне Рымба, на острове, старики говорили, что деды им рассказывали, будто жил здесь ещё до революции батюшка. Поп, не русский какой-то, то ли грек, то ли мордвин. Так тот читал из старинной книги, как давным-давно при тёмном царе пришли сюда с разных сторон люди и стали жить. Заставлял прихожан, мужиков и баб, а особенно детей, учить эту книгу наравне с Евангелием и Псалтирием. Так говорил, если хотите, людики, знать, что будет с вами дальше, сначала узнаете, что раньше было. Тут даже остался живой один человек, которого в детстве прадед заставлял на слух целые былины из этой книги затвердить. Тому самому, видно, розгами по малолетству учения в Биле. Вот он и считал нужным внуку его передать. Но только рассказывает он и человек, всегда нетрезвый, трезвый молчит, и выпивший вставляет свои шутки. Поэтому за точно встречаться нельзя. Зовут же этого живого человека Валдырь, Володя Неверов, Владимир Николаевич. Спасибо. Елена Сумбаева, оценки. Евгения? 5-5. Анна? 5-5. Оксана? 5-5. Солидарно. Спасибо. Единогласно. Да, понятно. Марина Перевозчикова продолжает первый раунд. Слышно, да? Все хорошо? Гузель Яхина, дети мои. Грим покончил с мясными блюдами и перешел к сладкому супу на арбузном неду, в котором плавали острова сушеных груш, яблок, вишни изюма. Ложка при этом так и осталась лежать на столе. Грим прихлебывал суп через край, держа тарелку на растопыренных пальцах, как чайное блюдце на татарский манер. И она, как вы изволили выразиться, прошу прощения, у меня текст плохо видно. Мис чуть-чуть опустите. И она, как вы изволили выразиться, бах, сглотнула бильную слюну, мешавшую говорить, не отличается острым умом. Насколько же выражен этот недуг? Сказано, дура. И грим с чувством выплюнул попавшую меж зубов вишневую косточку. Бах дернулся от неожиданности, но та просвистела мимо и запрыгала по земляному полу где-то в дальнем углу. В голове дым. Сказки нянькины да капризы бабские. Кто такую замуж возьмет? Здешние тюфяки взяли бы как пить дать, а в рейхе не возьмут даже с приданым. Нет, в рейхе мне ее такую с рук не сбыть. Рейхом колонисты на немецкий манер называли Германию. Вы собираетесь эмигрировать? Осторожно заключил Бах. Как скоро? Ты учитель? Вот и учи, грим. Спасибо. Это была Марина Перевозчикова. Оценки для Марины. Анна. 6-5. Оксана. 5-6. Евгения. 5-6. И завершает первый раунд Артемий Перевозчиков. Вижу. Слышно? Да. Дарья Бабулева в Юрке. Вечером Наргиз с детьми не вернулись вовремя. Света Бероева решительно шлепая тапками обежала поселок и спустилась к сушке, где обнаружила мальчиков, задумчиво покачивающихся на качелях. А где Наргиз с облегчением обняв детей спросила Света? Старший показал на реку. Света удивленно посмотрела туда. Буроватая вода лениво ползла вдоль заросля осоки, неся на себе водомерок и уток. Неуклюже сплетенная гирлянда из желтых водяных цветов свисала с ближайшего куста. Ребятишки, наверное, постарались. Никаких признаков Наргиз на берегу не было. Купается? Мальчики замотали головами и прижались к матери. Света позвала Наргиз раз, другой и так и не дождавшись ответа, поспешно увела детей. Наргиз с тех пор никто не видел и не знал, что все только начинается. Спасибо. Спасибо. Артем Переводчиков завершил первый раунд. Ну и оценки для Артемия. Оксана? 6-5. Евгения? 5-5. Анна? 6-5. 6-5. Итак, ни одной четверки, не говоря уже о тройках, двойках и прочих калах. Совершенно беспрецедентная ситуация. Я понимаю, что в первом раунде всегда, конечно же, сложно. Особенно тем, кто начинает. И жюри еще не знают общий уровень участников. Поэтому, в общем-то, это можно назвать стратегией такие высокие оценки. Но, уважаемые судьи, далее у нас поэтический раунд, прозаический раунд. Все-таки можно расчехлять четверки и тройки. А то у нас действительно все получатся чемпионы. Впрочем, это всего лишь мое пожелание. Что же на самом деле вы будете делать, давайте вот сейчас у вас и узнаем. Анна Анатольевна, вот я смотрю, и микрофон у вас включен. И вообще, вы как человек, который первый раз во всем этом участвует, поделитесь своими впечатлениями. Как ощущения, Анна? Во-первых, я благодарю всех за участие. Это смелость, это решительность, это уверенность в своих силах. И преодолеть волнение, читать текст, видя его первый раз, не так-то легко. Поэтому, независимо от того, какие оценки получают участники, пять, шесть, или даже если вдруг это было бы четыре или три, это все очень относительно и условно. Слушать всех очень приятно, все вкладывают душу, все вкладывают свое переживание, и благодарю вас за прекрасное чтение всех. Спасибо. Кандидат филологических наук, доцент кафедры лингвистики университета Дубна Анна Анатольевна Даськов. Продолжает выступление жюри поэт и журналист Евгения Штайн. Евгения, прошу. Спасибо всем за теплую душевную компанию. Расчехлять на первом туре нам точно четверки незачем было, потому что выше пилотаж в Дубне по-другому не бывает практически. Да, очень сильные участники, очень сильный состав, даже включая новичков, поэтому думаю, что оценки достойные, но даже немножко жалко Марину Перевозчиков, что там какие-то помехи были с чтением, поэтому простите, если вдруг кого-то обидели, вы все молодцы, удачи вам дальше. Спасибо, спасибо, Евгения, и завершает выступление жюри главный редактор телеканала Дубна Оксана Егоркина. Тоже хочу всех поблагодарить за чтение, за смелость, очень здорово все читают, чувствуются те, кто не в первый раз, они так уже с чувством, с толком, с расстановкой читают, новички некоторые торопятся, где-то можно сбавить темп и больше получать удовольствие от фрагментов, ну, а нам, да, придется быть пожестче, чтобы все-таки определить нашего чемпиона. Спасибо. Спасибо вам, Оксана, и я вот сейчас попробую помочь Марине Артемии, Артемии, чат открывается в отдельном окне, его можно сделать на весь экран, а при помощи сочетания клавиш Ctrl, плюс, минус, даже увеличить шрифт, вот, сейчас, да, у вас будет еще несколько минут, вот попробуйте с этим разобраться, потому что, конечно, Марине тут нужно подготовиться получше, ну, а мы переходим и после стратегического первого раунда самый сложный, как правило, второй поэтический раунд, и, в общем-то, по моим наблюдениям, участники, которые не очень, может быть, начинают в прозе, как правило, всегда добирают баллов на поэзии, вот, но здесь ситуация нетипичная, почти у всех шестерки, поэтому, что будет в поэтическом раунде, полнейшая загадка, ну, а как правило, начинаем мы с того, кто набрал максимальное количество баллов в предыдущем раунде, а таких у нас два человека, два страйка было, по 36 баллов набрали Ольга Ясаукова и Юлия Седых, но поскольку Ольга уже начинала, то начинает поэтический раунд Юлия Седых. Александр Кушнер, все было. «Боже мой, Боже мой, на кого ты меня оставил?» Это он воскликнул еще живой и ни слова к тому не добавил. «Это боль, это мука во тьме, неужели еще и цитата?» Царь Давид в 21-м псалме так уже восклицал когда-то. Отзывалась та боль в струне, что рука его теребила. «Мы напрасно о новизне, так печалимся в стихах». Все было. Спасибо. И оценки для Юлии Седых, Оксана. 6-5. Евгения. Да, согласна. 6-5. Анна. 6-4. Вот. Пошла жара. Идем дальше. Продолжает поэтический раунд Елена Сумбаева. Так, вижу. Андрей Гритцман «Уездные заметки». Это такое время, когда видишь свое дыхание. Время, когда незаметно вечернее священие падает в темную нишу на платформу с часами, ставшими полшестого, когда прошлое слышно. Выйти и подышать. Там гештальт пассажиров не поемго и фрейду, химеры, пирога и посха на сжженном льду с мочевиной и станционный штакетник надвое режет пейзаж. Мы проходим по шпалам к черному ящику почты и посылаем письма силуэтам о снах. Псы у бездомной лужи терзают бессмертную кошку. Прогулка становится драмой. Крестным путем киоска. Вечная тоска уезда, холодновато кулка, от свет Москвы за лесом от нас уплывает утро. Спасибо. Елема Сумбаева сложнейшее стихотворение. Оценки Евгения. 5-6. Все-таки в конце немножечко, но 5-6. Отсвет. Анна. 5-6. Оксана. 5-5. Следующий участник еще одна Елена. Елена Бондарчук. Меня слышно? Бахыт Кенджев. Я все тебе отдам. Я камнем брошусь в воду. Но кто меня тогда отпустит на свободу? Умоет ноги мне, назначит смерти срок. Над рюмкой моей развинтит перстенек. Мелькает стрекоза в полете бестолковом колеблется душа меж синим и лиловым. Сырую гладь реки и ветреный залив в глазах восеточных стократно повторит. О чем ты говоришь? Ей ничего не надо. Ни тяжести земной, ни облачной отрады. Пусть не умеет жить и не умеет петь. Одна утеха ей лететь, лететь, китеть, пока над вереском, над кочками болота, Господь не оборвет беспечного полета. Покуда не ушли в болотный жир мы июнь, соцветия наших глаз, обрывки наших крыл. Спасибо. Спасибо. Итак, это была Елена Бондарчук, оценки. Анна? Пять, пять. Оксана? Пять, пять. Евгения? Пять, пять. Следующий участник Артемий переводчиков. Борис Чичабамин. Тебя со мной попутал бес шататься зимней чаще, где ты сама была как лес тревожный молчащий. В нем снег от денного тепла лежал тяжел и лепок. И стыли ножки у тебя в ботиночках нелепых. Мы шли по лесу наугад навек напропалую и ни один не видел гад как я тебя целую. Дышал любимый на виски и молча гладил руки и задыхался от тоски и нестерпимой муки. Нам быть счастливыми нельзя, а завтра будет хуже и лишь древесные друзья заглядывали в душе. До сласкань снежная пыльца неладная почуев касалась милого лица и горьких поцелуев. Спасибо. Спасибо. Это был Артемий Перевозчиков оценки. Оксана? 6-5. Евгения? 5-5. Анна? 5-5. Спасибо. Идем дальше. Продолжает поэтический раунд Анна Кузьмина. Екатерина Полянская Вам кого? Я не знаю. Мне себя, если честно. Нет, мы не открываем дверь таким неизвестным. Погодите, постойте, я лишь спутала даты. Я прошу вас, откройте, я жива здесь когда-то. Я всего на минуту, я на миг, на мгновение. В гости подзваны смутной позабытую тенью. Не похоже на вора и на тати ночного. И звонок до упора нажимается снова. Я прошу, извините, я не нищенка, что вы, через щелку взгляните, отодвиньте засовы. Я была здесь несчастной. И счастливой за поем. Не звоните напрасно, все равно не откроем. Спасибо. Анна Кузьмина, оценки. Евгения? 5-6. Анна? 6-5. Оксана? 6-6. Вот, разошлись мнения. Это хорошо. Марина Перевозчикова. Сейчас я сразу настрою, чтобы не весь текст видно было. Елена Кодишонок, ночное письмо. Ты спишь, Гораций? Мне еще не спится. Час третьей стражи или третий час? Веретено у парок или спицы? На чем распят судьбы моей пасьянс? Вот тут петля спустилась, где-то нитка запуталась, свернулась, как улитка, а там дыра зияет на судьбе. Но выглядит подобием узора, который даже нравится тебе. Однако мне не достает простора. В плетеном паутином полотне здесь слишком много швов, соединений, крест-накрест, в кривь и в кость, переплетений. А вот цеплака нитка стала гладкой, а факел тусклым. Парки в полутьме обормочут что-то и придут или вяжут мою судьбу. И хлопья черной сажи летят на тоненький моточек пряжи. Уже подходит час четвертой стражи. Марина Перевозчикова. Оценки. Анна. 6-5. Оксана. 5-6. Евгения. 6-6. И завершает поэтический раунд Ольга Есаукова. Игорь Иртеньев. Как мне закон воспринимать права урезавший поэта? Выходит так, что вашу мать я не смогу теперь вот это? В прошедшем времени глагол посредством коего родятся. Язык без мата так же гол, как то, чем на ежа садятся. А как нам, кстати, с нею быть? А нашу нас всего основа, и что прикажете забыть нам коренное слово? Ведь без него мы никуда. Ни в Красную Армию, ни в эту, что именуется, ну да, о ней теперь и речи нету. Как и об этом, как его, ну этот, непечатный орган, что свою тратил статус-кво и стал унижен и оболган? О мой язык, как ты померк, ты весь на грани вымерзанья, за что наш президент поверг тебя таком обрезанью? Спасибо. Ольга Исаулкова, оценки. Оксана? 57, хочется поставить на 6-6. Евгения? 6-6. Анна? 6-6. Второй страйк подряд выбивает Ольга Исаулкова и становится абсолютным победителем поэтического раунда. Ну и понятно, что пока лидирует по сумме набранных баллов. 72 балла у Ольги Елен Бондарчук 61, Юлия Седых 68, Анна Кузьмина 67, Елена Сумбаева 62, Марина Перевозчикова 67, Артемий 63. Ну, честно говоря, в таких ситуациях, но я всегда говорю, что у каждого еще есть возможность сфотографировать друг друга, поэтому даже не знаю, каким образом распределяться путевки в финал, но Ольга уже 100% туда попадает, а вот за два билета, я думаю, сейчас и развернется борьба. Впрочем, Ольга, не уходите далеко, по традиции победитель раунда начинает следующий и у нас на очереди зарубежная проза. На этот раз две темы, это ненадежный рассказчик и неожиданная дружба. Ольга Джон Фауз, женщина французского лейтенанта. Чарльз, видевший себя молодым ученым, вероятно, не так сильно удивился бы, узнав новости из будущего о самолете, реактивном двигателе, телевизоре и радаре. Но вот что его точно обескуражило бы, так это совсем другое отношение ко времени. Страшной бедой нашей эпохи считается его нехватка. Наши чувства, поскольку это не вопрос бескорыстной любви к науке и уж точно не особая мудрость, порождают вопрос, почему мы посвящаем столько изобретательности и немалые общественные деньги тому, чтобы ускорить разные процессы. Как будто наша конечная цель не приблизится к более совершенному человечеству, а уподобится молнии. А вот для Чарльза и людей его круга темп человеческого существования твердо определялся словом «адажио». Проблема заключалась не в том, чтобы вместить в отпущенное тебе время все, что ты вознамерился сделать, а в том, чтобы это как-то растянуть под длинной колоннадой нерастраченного досуга. Спасибо. Ольга Исаукова, оценки. Оксана. Оксана. 5-6. Евгения. 5-6. Анна. 5-6. Была за пинком, да, и справедливые 34 балла, итого 106. Итак, Ольга Исаукова выходит в финал, я думаю, стопроцентной уверенностью об этом уже можно говорить, и начинается, самое интересное, начинается гонка за лидера. И первым в эту гонку отправляется Елена Сумбаева. Елена, прошу. Ян Бэнкс, осиная фабрика. На эти вопросы я больше не отвечаю, сказал я ему, ставя тарелку в раковину. Давно пора перейти на метрическую систему. Отец фыркнул стакан, выпивая виски, гектары и прочей ахинеи, ни за что на свете. Там же все основано на изменении земного шара. Я же сто раз тебе говорил, какой к черту шар? Я вздохнул и взял яблоко из ваза на подоконнике. Однажды отец сумел внушить мне, что земля не шар, а лента Мербус. Он до сих пор утверждает, что верит в это и периодически посылает лондонским издателям рукопись со сложением своей теории, устраивая из этого целый спектакль. Но я-то знаю, что это он просто в воду мутит и главное удовольствие получает, изображая потрясенные неверия, а затем благородное негодование, когда рукопись в итоге возвращается. И так примерно раз в квартал. Без этого ритуала ему жизнь не в радость. По крайней мере, именно с соображениями высокой теории он обосновывает нежелание переходить для своих дурацких измерений на метрическую систему. Хотя на самом... Спасибо. А дальше? Спасибо. На этом рукопись обрывалась. Итак, оценки для Елены Сумбаевой. Евгения. 5-5. Анна. 5-6. Оксана. 5-6. 94 балла у Елены и сейчас это второе место. Продолжает третий раунд Артемий Перевозчиков. Кемкизи над Кукушкиным гнездом. Я вижу, что руки у него большие и побывали во многих переделках. И больные, и персонал, все в отделении ошарашены его видом, его смехом. Никто и не подумал остановить его или что-нибудь сказать. Насмеявшись, доволь он входит в дневную комнату. Теперь он не смеется, но смех еще дрожит вокруг него, как звук продолжает дрожать в только что отзвонившем большом колоколе. Он в глазах, в улыбке, в дерзкой походке, в голосе. Меня зовут МакМерфи, ребята. Р.П. МакМерфи. Я слаб до картишек. Он подмигивает, запевает. И стоит мне колоду увядать, я денежки на стол мечу. И опять смеется. Потом подходит к какой-то компании картежников. Толстым грубым пальцем трогает карту одного острова. Смотрит в них, прищурясь и качает головой. Ага, за этим я и прибыл в ваше заведение. Развлечь и повеселить вас, чудаки, за картежным столом. На Пендлтонской исправительной ферме уже некому было скрасить ни дни. Я потребовал перевода, понятно? Ха-ха, ты смотри, как этот гусь держит карты. Спасибо. Спасибо. Артемь, перевозчиков оценки. Анна? Анна Анатольевна? 6-6. Оксана? 5-5. Евгения? 5-6. 96 баллов. Таким образом, Артемь сейчас у нас на втором месте, на третьем Елена, на первом по-прежнему Ольга Ясаулкова. Следующий участник Елена Бондарчук. Елена? Рудольф Эрих Распе, приключения барона Менхаузена. Охота чрезвычайно обогащает познаниями. Приходится охотнику видеть и слышать такие вещи, которые не снились нашим натуралистам. Надо вам сказать, что, идя на охоту, я обыкновенно беру мало зарядов. Понапрасну я их никогда не теряю, и каждым выстрелом убиваю столько дичи, что другой охотник не поверил бы моему счастью. Тут, конечно, главную роль играет мое умение, но надо правду сказать, много помогает и фортуна. Раз я охотился на озере, плывут по нем девять уток, на берегу под деревом сидит заяц. Пронизать одним выстрелом девять уток для меня ничего не значит, но как убить зайца? Однако ж я рассчитал так выстрел, что пуля, убив уток, должна рикошетом отскочить в сучок дерева, а пришибленный сучок должен был уколотить зайца. Так и случилось. Но вот что удивительно, сучок раскололся надвое, одной половинкой убила зайца, другая отскочила в озеро и на павал пришибла щуку. Спасибо. Елена Бондарчук, оценки. Оксана? 5-4. Евгения? 5-5. Анна? 5-5. Следующий участник. Да, 90 баллов. 90 баллов получает Елена Бондарчук. Тройка лидеров у нас без изменений. А пока идем дальше. И следующий участник. Так, секунду, что-то у меня тут подзависло. Да, Юлия Седых будет продолжать зарубежный раунд. Секунду. Все победили. Юлия, ловите текст. Франк Телье, головоломка. От дома вела цепочка следов, оставленная часом или двумя раньше. Они уходили вправо и за дом. Оставивший их человек был в испачканной кровью обуви. Раньше их тут не было, сказал проводник. Уверены? На все сто. Утром снег был нетронутым. Они замолчали. Аджутан шеф внимательно оглядел к окрестности. Возможно ли, что проводник подошел к дому в тот самый момент, когда убийца уже покончил со своими жертвами и собирался сбежать? Даже представлять не хочется, что ждало парня, решил он все-таки войти в дом. Бонифас воткнул снегоступы в снег, снял перчатки. Он и его помощник достали зигзауры и держали их на готове. Жандарм сделал знак коллеге следовать за ним и направился к приоткрытой двери. Медленно снял очки. Он видел десятки мест преступления, но мгновенно понял, что нынешнее не забудет до самой смерти. Справа находились пять тел, слева три. Одних убили во сне. Они лежали лицом к стене, свернувшись калачиком в спальных мешках. Другие, одетые обутые, пытались уцепиться. Спасибо. Юлия Седых. Евгения. 5-6. Анна. 6-5. Оксана. 6-5. Анна Кузьмина продолжает зарубежный раунд. Биби Истон рыцарь. Я захихикала громче, отчего у меня еще сильнее заболел живот и забарабанила по его безупречной заднице в заплатках. Поставь меня на землю, козел! Прежде чем он успел ответить, мы услышали жуткий удар со стороны парковки и низкий голос, который закричал. А ну повтори твою мать! Ланц, крепче продержав меня за ноги, развернулся в сторону скандала. У меня закружилась голова, я вступилась в ланце и попыталась выстрелить голову в голову, чтобы посмотреть, что это такое. Хотя кровь привела к моим глазам, и я не могла четко разглядеть все происходящее, я все равно тут же опознала агрессора. Я не была с ним знакома, но много о нем слышала. О нем все слышали. Это был единственный на все четыре тысячи учеников нашей пригородной старшей школы с Кингхэпом. Я заметила его еще в девятом классе, потому что он был буквально единственным известным мне человеком, который носил подтяжки. Такие тонкие. В мире клепанных ремней и цепей этот придур носил подтяжки воплощения дебилизма, и они выглядели на нем пугающе. Спасибо. Анна Кузьмина завершает, нет, не завершает, конечно, оценки еще. Анна. 6-6. Оксана. 5-6. Евгения. 5-6. Ну что могу сказать? Итак, тройка лидеров выглядит у нас следующим образом сейчас. Ольга Исаулкова 106 баллов. Юля Седых 101 баллов. Анна Кузьмина 101 баллов. Пришло время напомнить про правила предыдущего раунда. Поскольку в финал должны выйти только трое участников, то в случае одинаковых баллов, которые они наберут по сумме трех раундов, то будем смотреть, у кого больше было баллов в предыдущем раунде, тот и выйдет в финал. Все ближе и ближе мы к драматической развязке. Еще один человек не читал у нас в третьем раунде, и у этого человека есть все шансы также побороться за путевку в финал. Марина Перевозчикова. Эн Пай, как курица лапой. Я мог бы зуб дать, что ни один пустоголовый мира не испытал бы и толики интереса к дежурству по классной доске. Однако, вот это я ошибался, крепко ошибался. Рука моего соседа взлетела в воздух. Мистейт? Да, мой дорогой, мне кажется, было бы хорошо, чтобы Говард Честер поправил я, не удержавшись. Но он не услышал, слишком занят был, устраивал мою жизнь, чтобы Говард подежурил, потому что он новенький и, по-моему, он не уверен, что ему здесь понравится, потому что он считает, сколько часов осталось до конца уроков и, видите, как у меня глаза вылезают из орбит. Но знаете, что меня больше всего поразило, что этот болван пытался сделать доброе дело до того, как он попадет домой? Я включил на максимум истребительные лучи, но его было не остановить, он действовал из лучших побуждений. Вот я и подумал, было бы правильно, дать ему подежурить. Джо сел на место, полностью довольный собой. Спасибо. Малин Перевозчикова, оценки. Оксана? 6-6. Евгения? 6-6. Анна? 6-5. И еще один 101 балл. И так, Ольга Исаулкова в финале с результатом 106 баллов и 3 участника в этапе чемпионат мира по чтению вслух город Дубна с результатом 101 балл. Ну что ж, поскольку я сказал о правиле предыдущего раунда, то смотрим на результаты третьего раунда. 34 балла Марин Перевозчикова, 34 балла Анна Кузьмина и 33 балла у Юлии Седых. Ну что ж, это игра, это чемпионат. Я приветствую всех участников финала, а тем временем правила игры меняются. Итак, уважаемые судьи, этот финал я полностью посвящаю вам, поскольку пришло время для единиц, двоек и троек. Никаких больше техник чтения и артистизмов. Баловство это все. Наши финалисты подряд сейчас прочитают три стихотворения. В финале мы выбрали стихотворения, которые посвящены Дубан, но вот такая оригинальная ассоциация у нас стихи русских поэтов. Я думаю, некоторые из них будут известны нашим финалистам и вам, уважаемые судьи. Так вот, после того, как все трое прочитают, вам необходимо будет расставить оценки. Никаких четверок, пятерок, шестерок, только единица, двойка и тройка. Тройка по-прежнему наивысший балл, единица наименьший. Вся сложность в том, что одну оценку вы можете поставить только один раз. Это понятно, уважаемые судьи? То есть, у вас не места, их нельзя будет распределить. Мы ставим по-прежнему тройка наивысший балл, единица наименьший, ну и двойка, вот что-то среднее. Если с этим понятно, то переходим к финалу и начинает участник, который набрал 106 баллов, практически максимум, если бы не обидная заминка в третьем раунде. И хочу сказать, Ольга, что, конечно же, волновались вы, это видно, ну а сейчас, наверное, еще больше будете волноваться. И по статистике наших чемпионатов победитель по сумме набранных баллов очень часто проигрывает в финале, но бывают и исключения. Посмотрим, насколько вы сломаете нашу статистику или наоборот. Итак, стихи русских поэтов, посвященные Дубан. Финал, чемпионат мира по чтению слух, город Дубнан, начинает Ольга Ясаукова. Афанасий Фетт. Смотри, синее друг за другом, каким широким полукругом уходят правнуки твои. Зачем же тенью благотворной все кружишь ты, старик упорный, по рубежам родной земли? Когда ж неведомым страданием, когда жестоким испытанием придет медлительный конец? или вечно понапрасну годы, рукой суровой непогоды, упрямой щиплю твой венец? И под изрытую корою ты полон силой молодой, так старый витязь, сверстник твой, не остывал душой с годами, под изубренную мечами давно заржавленной броней. Все дальше, дальше с каждым годом, вокруг тебя незримым ходом ползет простор твоих корней, и в их кривые промежутки, гнездясь с прикорка незабудки, глядят смелее вдаль степей. Когда же вот взломав оковы, весенний ветер несет в дубровы твои поблеклые листы, с ним вести на простор широкий, что жив их пращур одинокий, ко внукам посылаешь ты. Спасибо. Ольга Ясаулкова, продолжаем финал, следующий финалист Марина Перевозчикова. Николай Мрыхин. Древний дуб у дороги, вдали от селений, тишь деревни заброшенной, на берегу только ветра в листве, заунывное пение, да скрипишь, как вздыхаешь, усталый ведун, пролетала лихая мамайская конница, в полон гнали славян, из селения жгли, все-то ты повидал, и навечно запомнилось, как железом гремя, вдаль кандальники шли, и крестьян на земле, что стояли веками, от родных очагов, от родного двора, посчитав за врагов и назвав кулаками на Урал и в Сибирь власть гуртами гнала, видел ты. Спасибо. И третий финалист Анна Кузьмина. Прошу. Савелий Архипов Вдали над тихим мирным лесом стоит зеленый пышный дуб, стоит на том особом месте, где раньше был обычный круг. Мы с командиром батальона сидели, вжавшись мышью в пол, пережидали мы бомбежку, а немец волос шел и шел. Закончился свинцовый дождь, мы вышли, с радуон упал, снаряд попал, промеж лопаток землянки воина закопал. Закончилась война, злодейка, пропал обычный самый сруб, где пуля жизнь остановила, теперь растет огромный дуб. Раскинув ветви вековые, он охраняет наш покой, напоминая всем злодеям, что здесь покоится герой. Спасибо. Итак, это был финал этапа города Дубна, чемпионата мира по чтению слух на русском языке. Открой рот. Ну что же, уважаемые судьи, было сложно и возможно сейчас будет еще сложнее, поскольку пришло время выбрать нашего чемпиона города Дубна сезона 2021-2022. Итак, уважаемые судьи, сейчас я буду задавать вам вопросы и очень прошу вас не спешить с ответами, то есть не нужно сразу говорить этому 3, этому 2, этому 1. Отвечайте только на тот вопрос, который я вам задам и в общем-то можно как-то прокомментировать оценку, но не спешите оценивать сразу всех наших финалистов. И Оксана, позвольте начнем с вас. Главный редактор телеканала Дубна, опытный судья, сегодня самое первое подключилось, железное самообладание у человека, это сразу видно. Оксана, кому поставите 2 балла? Марине. Марине 2 балла уходит от Оксаны Егоркиной. Хорошо. Поэта-журналист Евгения Штайн. Евгения, а кому тройка? Марине. Марине тройка. Анна, ну и давайте уже с Мариной тогда закончим. Какую оценку Марине поставили вы? Единичку. Вот так вот. Вот и жюри, вот и мнения разошлись, так разошлись. Дружно ставили всем шестерки и пятерки, а здесь все вот так. Ну что же, 6 баллов у Марины перевозчиковой за финал. Остается еще два финалиста Ольга и Анна и Оксана. У вас остались тройка и единица. Кому три? Ольге. Три. Ольге и единицу получает Анна. Евгения, тот же вопрос вам. Тройки нет уже. А, два и единица. Кому что? Двойка Ольги и селковой. Понятно. Ну и Анна Анатольевна Досько, кандидат филологических наук, доцент кафедры лингвистики университета Дубна, сейчас, собственно, и решит судьбу финалиста, точнее, чемпиона этапа в городе Дубна, чемпионат мира по чтению услуг на русском языке, открой рот. Анна Анатольевна, готовы? Готовы. Тройка у вас остались. Кому что? Анне тройка, Ольге двойка. Ну, что хочу сказать, уважаемые судьи, спасибо вам большое, было, конечно, вам сложно, оттуда. В финале оценки вы поставили относительно справедливо. Интриг была до самого конца, хотя на самом деле, Анна Анатольевна, от вас уже почти ничего не зависело. Поздравляем чемпиона Дубны, это Ольга Ясаулкова. Аплодисменты звучат в ее адрес. Вот, да. Ольга, если я правильно помню, это уже не первый раз, но участвовали ли вы в финале конференции или что-то не получилось в прошлом году? Было дело, да? Ну, хорошо, раз уж я начал задавать вам вопросы, тронная речь победителя, несколько слов скажите нашим судьям, вашим соперникам и нашим зрителям. Ой, так волнительно снова. Вот, казалось бы, надо было вначале сильнее волноваться, чем сейчас. Большое спасибо всем судьям, правда. Я понимаю, насколько это безумно сложный труд. В прошлый раз вот я так пришла спокойненько, легохонько, а сейчас я пыталась поставить себя на ваше место и, о боже мой, как-то склоняюсь перед вами прям честь и хвала. Вот, большое спасибо всем участникам. Да, это мой второй раз. Вот, Ви, Викторе, победа. Вот, большое спасибо я к конференции Центр в этот раз буду готовиться еще сильнее или наоборот не готовиться. Так получается лучше. Это тоже я уже поняла по опыту. Легче, проще. Вот, огромное спасибо за саму эту конференцию, за чемпионат. Большое спасибо и всем замечательного, чудесного вечера, и чтобы в вашей жизни происходило как можно больше чудес и счастливых моментов. в этом году, в следующем и далее до бесконечности. Спасибо большое. Спасибо вам, Ольга. Ну, что хочу сказать, на опыте буквально сделала всех своих соперников сегодня. Совсем чуть-чуть не хватило Марине, 6 баллов у нее. Вот. И вот Анна Кузьмина очень непредсказуемо сегодня выступала, Анна, и чуть-чуть подводила вас микрофон. Мне кажется, что какие-то помехи были, да, вроде бы они начали, потом пропали, и в финале вот обидно опять не придется. Но что сделаешь, да, технические сложности, к сожалению, непобедимы в нашем онлайн-формате, вот, но тем не менее, в общем и целом, жюри я согласен, особенно хотелось бы мне отметить сегодня наших новичков, вот очень обидно за Юлию Щедых, которая, ну, просто должна была тоже быть в финале, но и правила есть правила, должны мы были следовать, и вот, несмотря на то, что 101 балл тоже, но проигранный на 1 балл третий раунд, и в результате только четвертое место. Здорово, все равно, что вы были с нами, Артемий, Елена, вот, конечно же, еще одна Елена, замечательно, все читали, очень здорово, что проходили мимо и не прошли. Ну, и я не люблю заканчивать, потому что у нас есть, естественно, наши высокие судьи сегодня, поэтому буквально по нескольку слов от каждого и хотел бы с Анной Дасько начать, она все-таки первый раз сегодня, но, Анна, и как? Придете к нам еще? Приду к вам обязательно еще, и большое спасибо, что позвали, я не думала, что будет так, нет, то есть я вообще ничего не думала, что такая атмосфера замечательная, дружеская будет. Я хочу отметить тех, кто не прошел в финал, получив в первом раунде чуть ниже оценку, как трудно совладать с волнением и продолжить борьбу, и я с большим уважением отношусь к участникам, которые это смогли сделать и боролись достойно и получили высокие баллы. Когда Артемий читал «Над кукушкиным гнездом», я готова была уже отложить все, слушать дальше, и жалко, что окончилось так быстро, потому что Артемию попался очень мужской текст, и он очень по-мужски прочитал. Просто с большим удовольствием слушали. Другие участники тоже. Разные тексты, разного эмоционального наполнения. Не с каждым совпадает с темпераментом человека. Это тоже нужно учитывать. Кому-то чуть сложнее, кому-то чуть легче читать, у кого-то чуть больше опыта, чуть меньше. Но все прекрасно читали тексты и поэзию, и прозу. И я с большим уважением отношусь ко всем за то, что вы находите в себе силы, смелость участвовать и не пасовать перед чуть-чуть отставанием. Спасибо огромное и за то, что позвали тоже спасибо большое. Удачи всем, уверенности в себе и участия в следующих конкурсах. Спасибо, Анна. Замечательно, очень важные слова. Евгения? Да, вот половина уже, то, что хотела сказать, Жанна произнесла. Можно, корм. Да, хочу еще раз поблагодарить всех участников. Вы знаете, это, конечно, большие молодцы вы, что каждое выступление было даже, наверное, не просто чтение какой-то мини-спектакль у некоторых. Ну, это прям, знаете, надо такие ролики делать и выкладывать для позитива, утром смотреть. А еще поймала себя на мысли, что, наверное, когда Олимпиаду нашей сборной смотришь, что меньше волнуешься, чем за вас. И вообще, конечно, простите, не хватало судьям оценок. Я сидела и вспоминала мою мудрую первую учительницу, которая нам, помимо пятибалльной системы, добавила еще дополнительное. У нас были, например, пять умницы, пять молодец. Вот, поэтому, что-то надо еще такое добавлять, потому что, ну, бонусы какие-то прямо вот просятся, чтобы их поставить. Вот они где-то, может быть, к финалу бы, да, как раз их помогли бы перевесить. Действительно, очень жаль, что Юлия не прошла. Большие молодцы у нас тоже новенькие от Биевины, но видно было, что чуть-чуть не справлялись с волнением, так старались. Ну, вот, не переживайте, девчонки, давайте в следующий раз уже будет легче. Так что, спасибо за такой душевный вечер всем. Продолжайте дальше, не теряйтесь. Обязательно, куда же мы денемся, да, и завершить выступление высокого судейства Оксана, которой сегодня часто приходилось начинать ставить оценки, ты несколько раз, я сказал, что она молодец, самая первая подключилась, это на самом деле важно, потому что всегда, как организатор, сидишь, волнуешься, господи, вот вдруг что-то не так пойдет, не те пароли разослал, но нет, все, есть контакт, есть связь, и это очень важно. Оксана. Я сейчас кратко скажу, спасибо всем за отличный вечер, правда, таким получился, читали очень здорово, иногда до мурашек хотелось сидеть, повторять за пистецами, был и накал, была интрига, были хорошие книги и отличный ведущий, вот спасибо, очень надеюсь, что через год увидимся, и будет еще больше участников. Однозначно. Спасибо Оксана, спасибо суде, спасибо участнике, еще раз, огромное спасибо от нас, как от организаторов, организаторам в городе Дубна, именно Марии Климовой, ну и, конечно, да, вот она у нас в кадре была, супер, все было здорово, еще раз спасибо за такую вот беспрецедентную стопроцентную явку, семь человек, это прекрасное количество участников для любого этапа, так что всем удачи, увидимся в следующем году, ну и обратите внимание, уважаемые участники, все вы получали письма с подтверждением регистрации, там есть ссылка с подарками от партнеров этого сезона, аудиобиблиотека, аудиокниг, стори Тел, вот можно пройти просылки и получить 30 дней, а победитель получит дополнительный промокод на 30 дней, ну и, конечно же, все получат подписанные именные дипломы от нас, от организаторов, от ассоциации Межрегиональная Федерация Чтения, ожидайте в понедельник, ну или как-то вот в ближайшие дни все это будет, всем спасибо, читайте хорошие книги, берегите себя, не болейте, всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok